С праздником, дорогие сестры! С Днём Матери поздравляем всех вас! Доброго вечера! Появление епископа Слуцкого и Солигорского Антония здесь ждали с нетерпением, чтобы получить благословение и представить выставки. Ведь один из девизов благотворительного марафона «Крылья ангела» – через искусство к духовному уединению, миру, состраданию и милосердию. С искусством знакомил почётных гостей руководитель Республиканского фестиваля современной христианской культуры «Благовест» и духовно-просветительского проекта «Крылья ангела» Вячеслав Бабков. 45 работ также представили воспитанники Центра творчества детей и молодёжи. Особенно сегодня, когда юбилейная дата Чижевической церкви – 220 лет, мы постарались сделать выставку, изобразив ангела в разных техниках декоративно-прикладного творчества. В этой выставке приняли участие наши учащиеся педагоги. Мы постарались отразить вот этот символ, символ религии, доброты в разных техниках. Сегодня Солигорск символично продолжает эстафету областного благотворительного фестиваля «Крылья ангела», который впервые стартовал в 2013 году. Он проводится с целью привлечения внимания общества к проблемам нравственности, милосердия, семейных ценностей. В этом доме прибудет любовь. Названа концертная программа, посвященная 220-летию храма в деревне Чижевича. И сегодня могу с уверенностью сказать, что на нашей Солигорской земле храмы возрождаются. Благодаря и работе власти, и меценатам, и трудовым коллективам, и неравнодушным людям, мы с вами возводим Христорождественский собор, на который ежемесячно перечисляем только наших людских пожертвований около 500 миллионов рублей. Сегодня было сказано о том, что жемчужиной нашего Солигорского края, да и всей Беларуси, является храм Покрова Пресвятой Богородицы. Будучи на службе в этом храме, он не смог уместить всех желающих. Много народа стояло и за пределами его, но мы видим, насколько он любим и востребован прихожанами и теми, кого ноги сами ведут к храму. За последние десятилетия Покровская церковь превратилась в большой храмовый комплекс. Об исторических событиях, которые пережил деревянный храм, о рождении и становлении самой древней православной святыни Солигорского района, рассказали на мероприятии. Благословил программу и сказал духовное слово в адрес женщин, матерей, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Мы молимся о вас, дорогие женщины, дорогие наши мамы. И сегодняшние концерты, представления, они, конечно, посвящены подведениям итога марафона «Крылья ангела». Они посвящены 220-летию замечательного нашего храма Покрову Пресвятой Богородицы. Но прежде всего этот праздник и все сегодняшние выступления мы посвящаем вам, нашим матерям. Простираю перед вами низкий поклон за ваш подвиг. Мы вас любим, мы вас обнимаем и благодарим за все, что вы сделали для нас и еще будете делать. Храни вас Бог, дорогие наши женщины. Божье благословение да пребывает со всеми нами. Подведение итогов второго областного благотворительного фестиваля «Крылья ангела», в котором приняли участие 43 работы, представленные школами, состоялось после официальной части. За большой вклад в сохранение и развитие национальной культуры и духовного воспитания детей и молодежи грамотами епископа Слуцкого и Солигорского Антония были награждены представители отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома за первое место. Клецкий райисполком занял второе место, Солигорский – третье. В рамках церемонии были награждены грамотами жителей регионов Минской области за активное участие в жизни фестиваля «Крылья ангела» и вклад в национальную культуру. Концертная программа продолжила праздничное мероприятие. Возглавил ее детский поэт, писатель и композитор, лауреат премии 2013 года Белорусского детского фонда «Друг детей», руководитель проекта «Крылья ангела» и автор программы Вячеслав Бабков. В этом доме, в этом доме, в этом доме пребудет любовь.